Пена по вкусу как пена. Пена хорошая, не отторгающая. Бруклин продакшн представляет. Приветствую всех любителей вашего классического бритья на канале Бруклин продакшн. Меня зовут Павел и сегодня будет бритье, обзор все как мы любим и с интересным Т-образным станком, который вы видели на распаковочке и сегодня будет классическое бюджетное бритье. Но чуть позже обратимся к станку, а начнем мы как обычно с помазка. Сегодня помазком выступит вот такой вот замечательный помазок от компании Frank Шейвинг. Барсучок. Когда я его промыл, он так распуширился. Достаточно большой, не очень сильные набивки, но как вы видите достаточно большой барсучок. Миллиметров 20 узел, ручка пластик. Вот такой вот формы, напоминает кому-то кость, может мрамор, может еще что-то такая классическая форма. Очень красивый. В жизни намного интереснее, чем, как говорится, на камеру. Значит, я решил его замочить сегодня вот в такой замечательной чаше. Винтажная старинная чаша. Относительно винтажная, относительно старинная. Но из такого стекла сделано и такого молочного цвета. Сейчас наберу теплые водички. Буквально пару минуток и наш любимый барсучок превратится не в колючего ежика, а в приятного рабочего барсука. Так, поставим его, пускай постоит узел. И сегодня будем использовать вот такое вот интересное мыло. Компания Captain's Choice Land Hall. Красивая наклеечка. Здоровенная банка. Больше 130 грамм. 5 уз. 5 унций. Пластик. Можно посмотреть, давайте еще раз поближе вам, для того, чтобы прочитать весь состав мыла. На наклейке имеются все логотипы. Интересный компас. Логотип компании Captain's Choice. Название серии мыло. И даже имеется штрих-код. Все красиво и культурно. Значит, как сказала моя группа нюхачей, это мыло очень-очень приятного запаха. Цитрусовый оттенок. Очень приятной формы. Видите, такая вот штучка специально. С помощью специального дозатора заправляется. То есть, ничего нет такого. А все, как говорится, оборудование профессиональное по подготовке этого мыла. Это очень приятно. Так, мыло имеет не такую сильно плотную консистенцию, хотя преподносится как мыло. У этой компании Captain's Choice есть еще крем для бритья. Такого же плана. А мыло, ну как бы рукой, оно чувствуется, что тверже намного крема. Но я хочу для начала немного сверху буквально водичку, для того, чтобы было удобнее набирать по мазкам. Запах освежающий. Цитруса такого. Интересный, приятный, приятный. Всем очень понравилось. Поэтому, начнем с этого мыла. Тем более, у нас такая большая банка. Хотя пробники тоже, ребята, прислали. Интересные, да? Такие небольшие пробники. Очень приятно. 7 пробников, 7 вариантов мыла не выпускают. Так что, каждый найдет свой цвет, запах и вкус. А можно купить серию пробников, можно уже ориентироваться на обзоры, что люди говорят про запах. А состав, я думаю, одинакового мыла. Так, ну что, ребят. Поставим, опуская немножечко полежит. Размягчится поверхность. Красивая крышечка сделали. Этикетка очень приятная. Это очень важно для обзора. Потому что картинка тоже должна быть красивая. Сегодня будем взбивать все это вот в такой чаши. Керамической, глиняной. Кому как ближе. Здесь имеется логотип компании Captain Choice. Это компас, такой роза ветров или что-то типа того. На тыльной стороне тоже имеется логотип компании. Все сделано вручную. Вот так вот. Для компании Captain Choice. Специальный артизанный, который занимается такой вот керамикой. Делается. Значит, чаша удобно лежит, но еще раз повторюсь, как я говорил, на распаковке. Очень внимательно нужно смотреть за керамической чашей. Вот эта вот стопорная вот такая вот шайба, кнопка с логотипом компании. Она послушает для того, чтобы можно было от нее отталкиваться. Вот большой палец. И ее как-то вот так вот держать и взбивать пену. Вот эта рифленая поверхность позволит пене быстрее взбиваться. И небольшая, неглубокая чаша, как вы видите, совершенно неглубокая. Но сегодня посмотрим ее в деле. Так. Автошейвым сегодня выступит, опять же таки, Land Ho. У нас вот такой вот пробник, вот такая вот бутылочка с этим автошейвым средством после бритья. Они прислали опять же таки 7 пробников под свои 7 вариантов мыл. И что я сделал? Я взял вот такой вот атомайзер и перелил полностью вот эту жидкость в этот атомайзер. И теперь стало им удобнее пользоваться. То есть это очень такая классная идея. Я вот еще соберусь, возьму наклеечку сюда. А может быть уже не буду переносить, потому что может быстрее я его использую. Мы посмотрим по расходам, по качеству, а понравится ли, надеюсь. Чуть позже вернемся. И сегодня у нас, как я сказал, классическое такое бюджетное бритье с вот такой вот бритвой. Вот сама эта бритва. Это Rapira. Rapira уже у многих была на обзорах. Самая дешевая, одна из дешевых бритв российского производства. Идет в комплекте с 5 лезвиями Rapira. Как известно, лезвия Rapira не сильно такие агрессивные. Но станочек, вроде бы, станочек более агрессивный и с более мягкими лезвиями как-то срабатывает довольно-таки хорошо. То есть лезвие я уже поставил, какая-то штучка. Значит, что мне понравилось, что мне не понравилось. Во-первых, мне понравилось то, что этот станок, это как бы не очень реально бюджетная вещь. И продается где-то порядка 150 рублей, как сказал Роман Пастухов. И железная ручка чуть дороже идет. Идет в комплекте с 5 лезвиями, то есть можно купить, потерять и даже не напрягаться. Когда я открыл эту бритву, мне понравилось. Все-таки чувствуются хорошие формы, хорошие штампы. Хотя это такая классика бюджетки. Но сделано достаточно хорошо. Мне понравилось. Все очень душевно сделано. Нет ничего такого отторгающего сразу. Потому что, когда мы с нами берем какие-то левые бритвы китайские, и вот иногда хочется их выкинуть даже и не пытаться ими бриться. Значит, что мне не понравилось, это вот эти вот ушки, которые вылетают здесь вот. В связи с тем, что голова очень такой профиль, очень узкий. Что-то типа жилета теха, что-то типа. Но вот эти вот ушки, они как очень острые. Как чуть нужно ими порезаться, мне так кажется. И очень как-то неприятно, некомфортно. Но это по первому прочтению. Лезвие, вот лезвие вроде бы достаточно ровно легло. То есть, я никаких усилий не прилагал. Просто бросил, закрутил, хотел посмотреть. Все вроде красиво и культурно. Вроде бы все плотненько. Рифленая поверхность, пластик. И бритва, несмотря на свой легкий вес, все-таки вес имеет. И это не пушинка какая-то. Это уже инструмент. Хотя, возможно, и на траву, и на случайную покупку пойдет. Так, что-то мы сильно задержались насчет бритвы. Наш помазок. Вот так вот. Барсучок. Такой средний барсук. Воду сливаем. Эта чаша нам сегодня не понадобится. Достаточно хорошая, интересная чаша. Сегодня мы будем использовать другую чашу. Значит, Land Home. Вот это мыло. Мыло компании Captain Choice. Давайте попробуем его набрать. Да, весело, душевно. Сразу помазок набирает его. Да. Полностью барсук его набрал. Вот тут сразу. Вот может даже один голос, скажем, вылетает. Я смотрю. Давайте попробуем от этого отталкиваться. Сейчас компания Frank Vedatolos найдем по ходу дела. Компания Frank Shavings сделала вот этот помазок. Такой более бюджетный вариант, как я понимаю, опять же таки. И он такой вот небольшая набивочка, не очень плотная, но для того, чтобы, наверное, снизить цену. А по качеству мы сейчас посмотрим. Так. Ну. Вот очень хорошая идея для того, чтобы не пачкать руки небольшим помазком. Пена достаточно хорошо взбивается. Переходит уже, я вижу, в консистенцию такую более рабочую. Сейчас мы его... Чаша лежит в руке достаточно хорошо, уверенно. Хотя чаша влажная такая, мокрая, можно даже сказать, поверхность ее. Так. Хорошо. Сейчас попробуем добиться лучшего результата. Опа. Не очень удобная позиция. Вот взбивать вот так вот на весу, притом, под 45 градусов держа чашу. Но для того, чтобы вы это видели. А в жизни так никто не взбивает. И пена, как говорится, сползает. Сползает вниз. Сползает и ищет. Вон, один волос. Так. Как мы помним, я совершенно немного набрал. Так. Барсук один. Сегодня была первая промывка этого помазка. Первое использование. Поэтому ожидается линька. Линька барсука. Так. Еще, по-моему, один волос. Да. Еще один волос. Так. Все. Я думаю, что достаточно вполне. В помазке очень много есть. И еще даже в чаше есть. И я думаю, что если добавить воды, можно еще больше добиться результата. Керамика все-таки вот я как-то нежно к ней отношусь. В связи с тем, что надо как-то это дело поберечь. Потому что если что-то, то разлетится на миллион кусочков. Так. Ну что. Прогреем лицо. Будем бриться. А что делать? Так. Другие еще не забыли. Ничего не забыли. Никто не забыт. Прогреем лицо. Не будем сильно плюхаться. С теплой водичкой. Хотя тоже процесс приятный. Сейчас. Уберу лишнюю воду. Хорошо. Ну что. Наша пена. Весь помазок себя набрал. Барсук удивительным способом нахомячил. Сейчас попробуем. Да. Ух ты, черт. Называется «История еще о барсуках». Они распушириваются. Если кто еще не понял. Если кто не знает. Если синтетика принципиально это не может. То барсук естественно к этому стремится. То есть когда мы намочили. Он становится намного больше. Так что оно еще сбивается хорошо. То я попробовал как оно сбивается на лице. Достаточно неплохо. Но не будем сегодня. И так все достаточно. Нанесли пену. Как говорится. Прочавкали лицо. Хорошо. Большой барсук получился. Если бы у него ворс был чуть-чуть больше набивки. Он бы достаточно был плотный. А когда он не сильно в большой набивки. Он немножечко гуляет. Небольшой недостаток. Повосок с небольшой набивкой. Если кто заметил. Да. Отлично. Все. Не будем. Чаша набирается. Пена по вкусу. Как пена. Пена хорошая. Не отторгающая. Пробовали разную пену. Это нормально. Но. Чуть-чуть язык щипает. И есть какие-то недостатки. Значит. Не самый высший класс. Но это для любителей попробовать покушать пену. Так. Наша рапира. Рапира бритва с логотипами. Рапира. Первый раз на использование. Киностудии. Бруклин Продакшн. И. Наверное. Как бы не так много. И пользуются. Так что это. Такое интересное. Сегодня кино. Будет первая проба. Видела такая штука. По-разному люди отзываются. Кто балдеет. Кто не знает. Кто ничем больше другим не пользовался. А. Сейчас я вам точно скажу. Как это. Чувствуется на моей коже. На семидневной щетине. Так что поехали. Понравилось сразу. Знаете что? Что четко видно. Откуда висок можно бредить. В связи с тем. Что крышка такая. Не сильно массивная. И. Лезвие. Я как бы не почувствую. Вообще на коже. Хорошо идет. Я удивлен. Очень хорошо идет. Очень хорошо сбривает. А главное. Посмотрите. Как чистенько. Вообще классно. Классно идет. Бюджетка. Бюджетка. И сколько она стоила. У нас в штатах такая бритва стоила 6 долларов. То есть я заказывал ее даже из Канады. Ну плюс пересылка. Там были еще другие вещи. Но в принципе интересный. Опыт интересный. Немножко шкребет уже. Уже немножко шкребет. Где поверхность как бы немножечко воздуха подбывает. Чтобы она была более ровная. Хорошая. Хорошая. Нравится. Не нравится. Да. Не надо стесняться своих эмоций. Нравится. Потому что она реально хорошо сбривает. Чистенько. Как вы видите. Я уже удивляюсь. Обычная штамповка. Это типа знаете как удешевить производство. Но продукция должна быть качественная. Как автомат калашникова. Да. Он тоже штамповка. Но рабочий. Так. Давайте не забегать вперед. Возможно нас ждут сюрпризы. Так. Давайте вторую сторону. Ну виски шикарная она. Видно откуда ты начал. Где закончил. Информативность обалденная. В этом плане. Иглано совсем не забивается. Очень четко. Вообще. Мир переворачивается. С ног на голову. Так. Классно. Так. Помывая мыло. Присутствует там где мы ее нанесли. Ничего не сохнет. Такое же влажное. По скольжению. Вот немножко водички. Очень хорошо. В обратную сторону. Даже там где мы сбрели. Это уже приятно. Четко. Четко. Ровненько. Красиво. Не обманули. Гады. Вопрос кто такие гады. Да. Это очень здорово. Ну интересно. Хорошо. Да. Ох. Немножко что-то зацепилось. Так что здесь надо подмазать. Так. Давайте знаете что сделаем. Где-то у меня тут алунетик есть. Что-то она снесла. По отношению к щетине бритва работает очень агрессивно. То есть она просто один раз проходишь и второй раз не надо. По отношению к коже соответственно с такой же агрессией. То есть сейчас стоит более мягкое лезвие. Но все же если есть какие-то недостатки на коже она это все дело снесет. Потому что она прет как танк. Она абсолютно прет как танк. И несмотря на свои такие изящные формы. Нежную голову штампованную. И отсутствие каких-либо таких изъянов. Таких знаете фигурных всяких. Шикарно пробрива бороду. Вообще даже не хотел останавливаться. Просто пробрить. И сейчас таким же манером пройдемся по усам. Дергает усы сразу. Ну и есть. Есть изъяны. Не дергает страшно усы. Не знаю может по другим уголким-то. Ну что прошелся. Хорошо. Немножечко дергает ус. Все остальное добреем. Здорово. Хороший опыт. Первый проход замечательный. Практически без каких-либо потерь. Без ничего. Лицо. Вот в принципе уже если чуть-чуть быть чище. Я пробрелся в первом проходе. Можно уже идти спокойно. И тебе скажут очень хорошо выглядишь. Так. Ну нас это не устраивает. Мы сейчас вторым проходиком все зачистим. Будет все замечательно. Отлично. Отлично. Нравится. Нравится берем. Ну что. Хороший опыт. Хороший. Так. Давайте сейчас. Помазок. Так. Помазок. Помазок. Наш барсучок. Нанесем сейчас такую пенку. Чтобы было видно. Что греем. Что не греем. Так. Легкая пенка. Мыло хорошо смывается. Но чувствовалось такое вот скольжение еще по коже. Кожа совершенно не реагировала на воду. То есть. Как вы помните во многих сеансах детей. После первого прохода. Если бритва агрессивно проходилась по эпидермису. Очень чувствовалось даже на воде. Говорят, что авто шею. Потом раздражение. Отлично. Чисто. Классно сбриво. Очень хорошо. Сейчас осталась будка. Немножко он вздергает, конечно. Но не так отторгающе. Так. Что там у нас здесь? Присутствует щеточка. Сейчас, наверное, еще раз подойдемся. Так. И на усах. Отлично. Отлично. Все. Второй проход завершен. Несколько я сейчас быстренько смою пену. Намочу лицо. И еще вот здесь вот хочу пройтись. Чувствуется небольшая щеточка. Здесь тоже есть. Так. Не сильно вытираем лицо. Просто по чистой коже. С большим давлением для того, чтобы пробрить ее. Потому что не очень понятно. Так. Хорошо. Замечательно. А теперь здесь еще. Вот тут еще чуть-чуть. Что вам сказать? Результат очень радует. Так. Ударил бритву об кран. Ничего страшного. Ей не будет. Так. Что-то красная какая-то точка. Где наш алмитик расставится. Это уже от чрезмерного давления. Максимального. Так. Больше. Можно здесь еще пройтись. Ну так. На всякий случай. Здесь пройдемся. Ну и все. Щетка. Красиво. Чисто. Блин. Я уже усомнился. А нужно ли другие бритвы? Да? Нет. Есть какие-то. Как говорится. Наши котелки. По которым. Но на 7-ми дневной щетине. На более-менее такой живой, приятной коже. Ну шикарно сегодня. Так. Чуть позже вернемся. Сейчас умываю лицо. Сейчас возьму прохладную водичку. Чуть-чуть тепленькую. Все-таки алмитик надо смыть. И вообще, как бы, поры закрыть. Очень отличный результат. Это вот очень мало, когда бывает. Все время ищем, ищем какие-то дорогие станки. Тут прямо уж раз. Три доллара бритва. И все счастливы. Вот так вот. Не знаю. Может мне попался такой инструмент. Ровный, красивый. Напишите, какой вам попадается. Какой вам попался. Или уже имеется в наличии. Какие лезвия. Самое главное интересное с этим инструментом. Потому что я захотел взять еще на подстраховку. Как делает Роман Постуков. А у него он берет, как обычно, Физер. Пол Силвер. Или, не знаю, американскую, какую-то израильскую персону. А я хотел взять, честно говоря, зеленую астру. Такие тоже мягкие лезвия. Потому что, по отзывам, станок агрессивный. Агрессивный, в смысле опасный. С ним невозможно бриться. И всякая таковая гадость. Агрессивный, в смысле, что один раз провел, всю щетину сбрил. Но, опять же, если кожа у вас правильно подготовлена, такая более-менее имеет поверхность, такую здоровую, скажем так, отлично отрабатывает. Если какие-то изъяны, если неправильно подготовили, быстро какой-то холодной водой, может быть вот такая вот вся красная разбитое лицо. И тем самым, сами себе нанесете увечья. Ну, как бы хорошо. Где-то что-то она чуть-чуть снесла, чуть-чуть буквально. Даже не замету. Так, ну что, у нас автошейни будем растягивать. Лэндхо. Наш пробник. Перелитый вот такой пробничек, достаточно большой. Вот такой дозатор, атомайзер. И, я не знаю, сюда. О! Хорошо. Это я уже по-пастуховски. С атомайзера. Ну, нам на пару раз хватит. Очень хорошо. Спирт. О, по-взрослому. Спирт прошелся. Ну, классно. Классное, кайфовое бритье у меня сегодня получилось. Даже не ожидал. Думал, уже ругать буду рапиру. А оказалось сегодня так уж плохо. Так что, сегодня классика, ребята. Получилось классическое бритье. Мыло, автошейф можно взять любой. Главное, правильно подготовить кожу, прогреть. Может нанести пришейф. Может просто полотенцем сделать компресс. Нанести мыло и вперед. Но, главное, без вот этих вот натираний. Без каких-то движений, которыми делают владельцы пластиковых станков в той же компании «Жилет». Когда на одном месте, как говорится, чухают. А здесь не нужно. Здесь прошелся в 5 сантиметров. Смыл бритур. Пошелся. А можно даже не смывать. Она и так хорошо не забивается. Сегодня семидневная щетина. Четко, красиво и понятно. Маленькая помарка. Ну, заживет. Так, сегодня у нас было замечательное мыло «Лэнд Хо» компании «Кэптон Чойс». Отлично отработало, отличная пена. Нравится. Нравится, берем. Потом у нас сегодня был замечательный помазок. Тоже сейчас его промоем. Барсучок. Небольшой барсучок от компании «Франк Шейвинг», который нам прислали на обзор. Нравится. Ручка нравится. Барсучок достаточно барсучистый. Набирает, работает. Даже практически в чаше. Не нужно добирать. И наша чаша, с которой, опять же, никто не добирал. Все было в помазке компании «Кэптон Чойс». Небольшая керамическая чаша, которая в топе чаш. Которую, как бы, очень многие рекламируют в том плане, что им нравится. Не потому, что это реклама, как реклама пользователей, которые независимо ни от чего выставляют на форумах, на инстаграме. То есть, они очень довольны. Это керамика. Керамика, надо с ней немножечко аккуратнее быть. Она сделана вручную, поэтому она чуть-чуть дороже, чем пластик получается. Но для любителей такого ручной работы, индивидуальной какой-то вещи, красивая. Есть разных цветов, обалденных. Та же компания «Кэптон Чойс», кстати, делает из меди. Медные такие красивые. Не такие дешевые, тоненькие, как мы видели турецкие, за пару долларов. А такие красивые чаши, вот, хотелось бы, может, со временем, тоже такую чашу заиметь. Ну, и наша бритвочка, наша бритвочка сегодня порадовала рапира. Не ожидал, но очень порадовала, честно говоря. Вот это вот приятные такие чувства, когда не ожидаешь, а получается лучше, чем предполагал. Здорово. С лезвиями рапира все было хорошо. Так что, сегодня было такое реально кайфовое, классное бритье, чего и вам желаю, неиспешно, с раздумьями какими-то, с какими-то мыслями, с какими-то вещами, которые нужно просто делать вдумчиво. И с пути махать саблей может плохо отразиться на вашей коже лица. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся на канале. Пока. Спасибо за просмотр.